Привет! Проведем день вместе в Канаде. Мой день стабильно начинается с работы. Работаю я из дома или на выездах, но больше времени, конечно, я провожу тут. Если я не фотографирую, я, конечно же, эти фотки ретуширую. Если я видео не записываю, то, конечно же, я его монтирую. Вот такая вот у меня интересная работа, и я ее просто обожаю на самом деле. Сегодня у меня запись на педикюр, поэтому быстро собираюсь, одеваюсь и вперед в центр Калгари. Спасибо мужу, что подвез. Наши мастера, как всегда, самые лучшие. Радуюсь педикюру и вперед. Так как я человек без машины на некоторое время, мне придется сейчас прямо идти на остановку и ждать примерно 30 минут, чтобы доехать до своего места. К сожалению, это так работает. Здесь автобусы ходят каждые 30 минут примерно, и вам нужно будет ждать на остановке, если вы живете в Канаде. Либо пользоваться своим собственным транспортом, что прекрасно, и иногда, когда машина сломана, невозможно. В общем, я надеюсь на быстрый ремонт, на кругленькую сумму, конечно же, и вернуться в это прекрасное ощущение своего собственного автомобиля. Ну а пока я иду с хорошими ногтями и, в принципе, с отличным настроением. Единственное, что я знаю, что у меня столько обязанностей, которые я должна сделать, и к ним прибавляется, конечно же, приготовление борща. Короче, ребятки, next day я решила себе приготовить на гриле шпараги, это так по-польски говорится, я не помню, как это по-русски, правда, и грибы. Очень советую, мы замариновали грибы в сметане, в чесноке, с горчицей, и это получается очень вкусно. А знаете, что интересно ещё, что классная традиция здесь, в Канаде, устраивать гриль прямо у себя на балконе, и ты всегда можешь есть вкусняшки и не париться. Ну, посмотрите, как классно. Даже если он газовый, я бы не сказала, что есть какие-то проблемы и ощущения, что... Или запаха... Или запаха от него нет, или получается невкусная еда. Реально получается, как на обыкновенном гриле, типа, как, знаете, наш шашлычок. Очень вкусный, я думаю, причина в том, что как раз этот гриль, он закрыт, и туда вниз капает сок этот. Ну вот, короче, ребятки, смотрите, что у меня получилось. Я добавила ещё немножко прошута, сюда сырочек потереть. И получился очень даже вкусный обед, который я сейчас съем и буду наслаждаться. Я сегодня хотела бы с вами поговорить о том, что творится в мире. Потому что, вот как ни посмотрю новости, просто какая-то жесть происходит, серьёзно. Какие-то потопы, затопы. Что происходит, вообще ничего не понятно. У нас какая-то экстремальная полужара, полуливни, непонятно, что тоже здесь происходит. Горят леса, как вы знаете, в Канаде. Да-да, это точно. Короче, горят леса, как вы знаете, в Канаде. И очень неприятная ситуация. Это вон наши были в машине, наверное. Какие-то, кто там их знает, что они там кричат. Это вот, кстати, наш менталитет. Обратили внимание, наверное, да? То есть, если бы я шла здесь, и там сидели какие-то канадцы, никогда бы в жизни ничего не сказали. А здесь, то есть, какие-то комментарии всегда присутствуют. И я уже, честно говоря, знаете, у меня паническая атака от мысли того, что я когда-то вернусь домой, там или где-то вот в такие страны наши, и там каждый на тебя смотрит как дикий. Плюс, конечно же, обязательно что-то-то когда-то прокомментируют. И обязательно в негативном ключе. Обесценивание, какие-то мерзкие вещи, которые обычно делают наши люди. Короче, полное бе. Я вот ценю канадский менталитет за это прекрасное чувство собственного достоинства, а, собственно говоря, и других достоинств, да? И личного пространства. Что у нас очень редко как-то принято, и обычно не принято вообще. Личное пространство мы не слышали. Ни в очередях, ни просто, ни на улице, вообще нигде. То есть, влезть, как-нибудь обосрать, это вот наше. Короче, да, в мире происходит что-то жутко странное, страшное. Непонятно что. Не хочу навеивать панику. Я думаю, вы все смотрите всякие эти новости, видео и всё остальное. Но неприятно, короче. Интересно, вот как думаете, сколько стоит у нас тут кофе? Я вам как раз сейчас это и покажу. Я замученная немножко, потому что я очень устаревшая. Но видео обязательно должна снять. Вот, заходим с вами в кафешку. Вшли в кафешку, взяли вот такую штучку. Интересно, она стоит 3,5 доллара. Просто типа козер. Один торт, такой типа тирамису, стоит 46 долларов. Кофе разное. И кофе стоит ванилия латте, стоит 5,5. 50 долларов, посчитайте. В Польше я покупала кофе где-то за, не знаю, за сколько, за 7-8, наверное, было очень давно. Напишите, если вы жили в Польше. Интересно, сколько вы покупали. Здесь всегда спрашивают типа типы. Можно нажать, и будет 2,27 доллара, например, человеку как донат. Ну, не доната, как чивы. Кофе очень сладкий. И я хотела еще сказать о том, что насколько поменялось мое мышление относительно того, как вот, например, я выгляжу. Раньше я бы типа вот так вот, посмотрите, вот так, вот так, просто бы никуда не вышло. А сейчас, ребятки, мне так все равно. Вот правда, я могу себе спокойно выйти. И я особо, нет, нет, где-то синее, да. Где-то у меня, знаете, у меня есть в голове такая мысль, а что обо мне подумают люди. Ну, здесь всем все равно. Здесь всем все равно. Здесь все просто рады, потому что ты есть. Или у тебя нет. То есть, ну, как бы просто реально безразличие. Очень приятно. То есть, нет никакого, нет никакой нужды, чтобы выставляться перед кем-то, показываться перед кем-то, носить какие-то определенные вещи. Ты можешь это делать для себя, но точно не для того, чтобы покрывать свой комплекс неполноценностей, который был взрослый с тобой в детстве. Печально. Нужно сходить на соседку психолога. Сделать. Смотрите, что интересного я тут нашла. Здесь стоит джипик, который мы когда-то арендовали для фотосессии, фото дня. Было очень классно. Это был зимний фото день на локацию рождественскую. Две не было перемены, случились. Оказывается, теперь, как у нас в каких-то комиссионных магазинах, нужно оставлять рюкзаки, если ты заходишь. В целом, я покупаю здесь какие-то вещи периодически, потому что я не боюсь секонд-хендов. И цены мне здесь нравятся, и в целом качество тоже неплохое. Вот у меня есть знакомая канатка, которая зарабатывает хорошие деньги. На том, чтобы продавать всякие сумочки, типа брендовые. Это выглядит, как, я не знаю, наверное, какой-то типа подделанный Луи Витон, я так предполагаю, бирки. Иногда бывают подделки с надписью Луи Витон. И она может продавать их на маркетах, на маркетах за хорошие деньги. И это её дополнительный заработок, которым она прям гордится. У неё уже популярный магазин с какими-то определёнными баллами. Так что вот идея для бизнеса. Ну, не в каждой стране, понятное дело. Я не знаю, где есть, где нет. Такие варианты. Вот такая хорошенькая сумочка от глаз. С цветочком. Очень милая. Смотрите, она даже новая. И стоит она 15 долларов. Об этом можно подумать. Потому что я редко встречаю новые сумочки, прям с бирками. Ну, одно дело, знаете, когда это не сумка, а вещь. Да, здесь бывает часто. А сумку, вот я первый раз вообще вижу, чтобы она была с биркой. Ну, то есть она не ношная. Вот, смотрите, ещё есть такие Calvin Klein. Это, я считала раньше, что Calvin Klein это что-то прям супер-мега-классное. Но здесь, походу, это не что-то мега-дорогое. Хотя у нас это считается прям высшей пилотаж. Сегодня какой-то хороший день. Я вижу, что есть много разных интересных сумочек. Потому что обычно такого тут нет. Можете себе выбрать. Куча свитеров. Тоже цены совершенно разные. От 9, 10, 15, 18 долларов. Вот, 18 долларов стоит вот такой вот свитерочек от Wild Red Free. Ну, он приятный. Походу, это очень хорошая ткань. Я так уже, знаете, я так часто здесь бываю и проверяю вот эти ткани, что, мне кажется, я уже хорошо понимаю, какая ткань есть какая. И сейчас посмотрим. Да, это полностью wool. Ну, то есть, смотрите, это уже он профессионализмом у меня пахнет. Классный свитер. Полностью wool. Она очень тёплая, она очень приятная. Она не колется. То есть, максимальный, максимальное качество. И вот тоже хорошее качество. Ну, то есть, смотрите, сколько вариантов одежды. Если вы не противник каких-то, как бы так сказать, ну, ношенных вещей. Хотя они могут быть, вот, как эта сумка от Гуэс, например, вообще не ношенная. Вот, спортивные всякие игры. Вон, пожалуйста, всё для гольфа. Поврики. Цены совершенно разные. Вот, за 75 долларов можно тренажёр целый себе купить. Я бы взяла некоторые вещи, чтобы померить. Магазина полностью потратила 43 доллара. Ну, и, как вы видели, купила вот то, что купила. Всё в таком вот минималистичном пакетике.